Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Как вы помните, Россия вторглась на Украину в феврале. Тогда наши лидеры говорили, что это не просто далекий конфликт в Восточной Европе. Это наша война. Ни одной армии не позволено вторгаться в суверенную страну, говорили они. Ирак и Афганистан, естественно, тут не считаются. Вторжение на Украину нельзя было терпеть, ведь это был вопрос принципов. Более того, это исторических масштабов моральная битва, к которой мы были обязаны присоединиться. Все было ясно, Владимир Путин был чистым злом, он стал новым Гитлером. Украинский президент Зеленский был его полной противоположностью, он словно святой. Самоотверженный, храбрый, честный и очень красивый. И Зеленский боролся за те же идеалы, на которых основана наша страна. Ряд новостных агентств, включая CNN и Los Angeles Times, сравнили его с Джорджем Вашингтоном. В один голос они твердили об этом месяц за месяцем, не допуская инакомыслия. Неудивительно, что это сработало. Американцы полюбили Зеленского. Все они. Даже в сельских районах, голосовавших против Джо Байдена, украинские флаги украсили почтовые ящики. Для многих людей это было словно Вторая мировая хорошая война. Борьба с тиранией за рубежом во имя свободы и демократии у себя дома. Что ж, большую часть года спустя становится все труднее во все это верить. Что бы вы ни думали о военных действиях на Украине, весьма очевидно, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии. На самом деле он куда ближе к Ленину, чем к Джорджу Вашингтону. Он диктатор. Он опасный автократ, воспользовавшийся 100 миллиардами налоговых долларов США для создания однопартийного полицейского государства на Украине. И это не преувеличение. Последние два года Зеленский запрещал оппозиционные партии. Он силой закрывал критикующие его СМИ. Он арестовал политических противников. Он отправил солдат в церкви. Тайная полиция Зеленского провела обыски в монастырях по всей Украине, даже в женской обители. И арестовала десятки священников совершенно бездоказательно и в явном нарушении украинской конституции, которая теперь ничего не значит. И видя все это, в администрации Байдена они сказали ничего, ни единого слова. Вместо этого они продолжают настаивать на том, чтобы отправить Зеленскому больше налоговых долларов. Естественно, Зеленский стал намного смелее. Как же иначе? На прошлой неделе он объявил о намерении запретить целую религию, украинскую православную церковь, и наложить арест на ее имущество за недостаточную лояльность его режиму. Он сказал это вслух. Смотрите. Мы должны создать такие условия, когда никто из полагающихся на страну-агрессора людей не сможет манипулировать украинцами и ослаблять Украину изнутри. Во-первых, Совет Национальной Безопасности и Обороны поручил правительству внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации. Свободная страна не запрещает крупную религию только потому, что она не полностью поддерживает политическую программу людей во главе страны. Но Зеленский делает это, и его кабинет сейчас разрабатывает способы наказания христиан за то, что те исповедуют свою древнюю религию, запрещенную на Украине. Цитата. «Персональные экономические санкции и ограничения будут применены к любому христианину, уличенному в участии в несанкционированных обрядах. Украинской православной церкви больше тысячи лет». При полной поддержке администрации Джо Байдена и Конгресса США, Зеленский решил запретить ее. Вот реакция одного епископа на эту новость. «Брати и сестры с Богом и Богом!» «И не знаете, не бойтесь ничого!» «И люди, которые хотят субъединить церкву нашу и веру в православную Господь субъединить!» «Брати и сестры, они начали бороться с Богом!» «Почали бороться против Бога, против имени Миза!» «Наши не украинцы, брати и сестры!» «Наша Украина – благодатная Украина в Емсии!» «И вся православная Украина сегодня...» «Нельзя посылать солдат в церкви!» «Нельзя арестовывать десятки священников за то, что они не преклоняются перед вами!» «Нельзя запрещать целые религии!» «Большинство американских СМИ проигнорировали это!» «Некоторые находили этому оправдание!» «О, ему пришлось так делать, идут военные действия!» «Но этому нет никаких оправданий вообще!» «Украинская православная церковь не русская, она украинская, она не связана с правительством Путина, она даже официально осудила российское вторжение на Украину!» «Так что еще раз, нет оправдания разрушению и запрету этой церкви!» «И все же многие известные сторонники Зеленского на Западе ничего не сказали об этом!» «А пора бы уже!» «В мае Джордж Буш-младший, великий защитник христианского мира, созвонился с Зеленским в зуме, а затем назвал его Уинстоном Черчиллем нашего времени и сказал, что его следует похвалить за его приверженность свободе!» «Что же Джордж Буш говорит теперь, когда его друг, украинский Джордж Вашингтон, запретил одну из форм христианства в стране?» «Ну, Джордж Буш тоже хранит молчание!» «Как и многие якобы христиане в Конгрессе, они поддерживают Зеленского, сколько бы христиан он не арестовывал и сколько бы церквей не захватил!» «Обращаясь к народу Украины, вы можете ожидать, что Конгресс будет с вами в плане поддержки ваших усилий по сохранению свободы!» «Все, что мы можем сделать, чтобы помочь им в борьбе, в их борьбе за свободу!» «История 21 века сложится из того, насколько решительно мы будем защищать свободу на Украине!» «Мы продолжим предоставлять военную технику, чтобы Украина могла защищать свою территорию и свободу!» «Соединенные Штаты продолжат непоколебимую поддержку Украины в ее борьбе за свободу!» «И давайте сделаем это, чтобы спасти жизни на Украине и защищать дело свободы!» «У свободного мира не было выбора! Америка не могла бездействовать!» «Американский народ сделал то, что делал всегда, встал на защиту свободы в мире!» «Каждый из этих людей выступал перед выборами, и у многих вошло в привычку выступать, Линдси Грэм, дамы и господа, в христианских церквях Америки. Скажет ли хоть один христианский лидер им что-нибудь об этом?» «Вы финансируете уничтожение христианства на Украине!» «О, но это ради свободы! Неужели?» Реальность такова, что украинцы не могут слушать СМИ, критикующие правительство Зеленского, потому что их запретили. Им нельзя включать музыку российских исполнителей. Нет. Речь не о правлении талибов в Афганистане. Это все в демократической Украине, которую мы поддерживаем. Запрет российской музыки. Не получится проголосовать за оппозиционную партию, потому что их запретили, а теперь в церквях обыски, а священников арестовывают. То, что наши лидеры называют это свободой, говорит многое о том, что они планируют здесь. Естественно, почему они потворствуют этому? Потому что одобряют. Ну а Министерство обороны Украины уже перестало притворяться, что дело в свободе. Они просто рады, что им платят. И они могут, наконец, подавлять любую оппозицию в своей стране. И поэтому украинские военные сейчас используют ваши налоговые доллары для создания танцевальных роликов для соцсетей. Как наши медсестры во время ковида. Вот, например. Это гротескная постмодернистская психологическая операция. На такое ведутся только идиоты. Это все тоже Министерство обороны Украины, вравшее о призраке Киева и моряках, пославших российский корабль. Теперь они просто развлекаются. Потому что они побеждают своих настоящих врагов, то есть, конечно же, внутренних. И журнал Таймс о них не нарадуется. Они только что сообщили своим четырем читателям, что Зеленский как президент — человек года. И целый хор СМИ кричит от восторга. Джон Митчем! Зеленский руководствуется лучшими фундаментальными импульсами человеческой природы. Стоять, защищаться, излагать мысли, давать отпор. И я думаю, также важно помнить, что он актер. Вот с чего он начал. Иоанн Павел II был актером. Рональд Рейган был актером. Уинстон Черчилль понимал средства массовой информации своего времени. Он понимал силу радио. Франклин Рузвельт понимал радио. И это не совпадение, что великие лидеры понимают. Великие лидеры. Если они защищают человека, который закрывал оппозиционные СМИ, арестовывал политических оппонентов, арестовывал священников, отправлял армию в монастыри, а затем запретил религию, если они будут защищать все это и называть свободой, они готовы защищать что угодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова